Небо над Красноярском наконец-то очистилось от дымки. Но остались вопросы, что это было и как с этим бороться. Все заинтересованные ведомства и общественные организации собрались, чтобы подвести итоги и поделиться своими предложениями. В первую очередь обсудили причины возникновения неблагоприятных метеоусловий. Руководитель Красноярского гидрометцентра Владимир Еремин представил статистику. Самым благополучным был 2009 год. Тогда дымка покрывала Красноярск всего 10 дней. Антирекорд установил 2015. Режим НМУ вводили на 67 дней. Правда, год нынешний наверняка имеет все шансы его побить. Неблагоприятные метеоусловия держались больше 20 дней из 36 прошедших. Всему виной особое природное явление, говорят синоптики. У него и своё название есть – сибирский антициклон. Возникает блокирующая ситуация, которая ограничивает нашу территорию от поступления Атлантического воздуха. Возникает блокируются процессы, связанные с активным движением атмосферного воздуха, который способствует переносу атмосферных примесей и рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. Доклады ведомств заслушивали активисты и общественники, в том числе из Общероссийского народного фронта. Сейчас мы только констатируем какие-то источники загрязнения, только понимаем, что это есть. Но, тем не менее, есть программы. Есть программы муниципальные, есть краевые, есть федеральные органы, которые контролируют это. И нам бы хотелось сегодня их услышать именно на предмет того, какие действия предпринимаются. О конкретных мерах тоже говорили. Так, Росприроднадзор совместно с природоохранной прокуратурой в период установленного режима неблагоприятных метеоусловий провели проверки на восьми предприятиях. По двум предприятиям не достигнуты были показатели по выбросам, которые они для себя прописали. Но это не значит, что они превысили предельно допустимые выбросы. То есть они работали в тех границах, которые сегодня законодательство ему позволяет, но так или иначе с введенным режимом они показателей не достигли. И сейчас, соответственно, принимается решение, каким образом административно то воздействие на предприятия, чтобы в дальнейшем эти предприятия эти режимы соблюдали. Для проверки как раз вот этих вот малых и средних предприятий, которые у нас на учете, как правило, нигде не состоят. Но при этом на промзонах, это советский, ленинский район, достаточно большое сосредоточение предприятий, которые осуществляют деятельность по деревообработке, шиномонтажные мастерские, малые предприятия по металлообработке. И, естественно, допускаются случаи сжигания промышленных отходов. У нас такие случаи фиксировались, уже принимались меры. Также накануне в Красноярске возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха дымом от горящей свалки на Енисейском ЦБК. В ходе проверок установили, что тлеющие опилки выделяют токсичные вещества, которые отравляют жизнь людям в Ленинском районе. В ходе обсуждения звучали и предложения, как можно улучшить ситуацию. Все-таки должна проводиться модернизация производства, должно устанавливаться более эффективное газочистное оборудование, которое бы позволяли снизить выбросы не только в период ММУ, а вообще идти на снижение выбросов. А может быть предложить автолюбителям альтернативу и на период ММУ отказаться от использования личного транспорта. И может быть использовать общественный транспорт, тот, который экологически чистый. Обсуждение экологии краевого центра продолжилось на профильной комиссии городского совета. В центре внимания депутатов передвижная экологическая лаборатория. Правда, непосредственно к работе народные избранники не могли приступить почти полчаса. Все от того, что долго не было к ворумам. Там, наконец, первый докладчик, руководитель департамента горхозяйства Игорь Титенков смог взять слово. Он рассказал, что сейчас передвижная лаборатория не действует. Идет поиск арендатора, который должен взять на себя все работы по ее аккредитации и обслуживанию. Только тогда можно будет оперативно определять состояние воздуха в любой точке города по запросу жителей, которые почувствовали неприятный запах. Как только сделали они замеры, если информация подтверждается и, соответственно, есть основания предполагать, что несоответствие качества атмосферного воздуха, в этом случае эта информация передается компетентным органам, которые осуществляют уже проверку этой информации и делают замеры. Ну, как минимум, Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов, Края. Правда, когда это произойдет, непонятно. Конкретных предложений от общественных организаций, желающих использовать лабораторию, в администрацию города не поступало. А бюджетных денег на эти цели пока нет. Анна Московских, Алексей Овсяников. Новости.